Девушка, добрый день. Вижу, вы скучаете. Поговорим о политике. Ну, один вопросик всего лишь. Сегодня ночью Беларусь отменяет авиасообщение с Украиной. У вас есть взгляд на это свой? Я, честно говоря, в моем мире не летать. Не летайте. Ну, а то, что из-за одного оппозиционера, который у вас сняли, сейчас весь мир сбунтовался, и как раз обычным людям будет сложно передвигаться, допустим, к родственникам тем же в Беларусь. Фактически, как бы, нехорошо является. То есть, как бы, мнение общее. Или, вернее сказать, моих мнений. Но, с другой стороны, я же, в Беларуси у нас сюда натянутые отношения, конечно, и очень-очень. Ну, а как вы считаете, как должно быть? Для передвижения граждан, я считаю, должно быть спокойно и спокойно. Посадили самолет и как раз сняли этого оппозиционера. Это я, да. Это я вкусно делаю. Вот. И сейчас весь мир, как бы, это осуждает. И Украина сегодня ночью начинает, закрывает, точнее, авиасообщение с республикой Беларусь. Наверное, боятся, чтобы не произошло то же самое с очередным самолетом? Я так думаю. Версия. Не, ну просто из-за того, что вот президент Лукашенко вот такие действия предпринимает, чтобы ловить оппозиционеров. Действия у него ужасные. Но наш президент, наверное, страхуется, чтобы не произошло то же самое еще с одним самолетом, допустим, нашим. Так наши же хотели год назад сделать с вагнеровцами то же самое. Честно, я не в теме. Тех событий, которые есть, которые были, я считаю, что правильно это делается. Почему? Потому что, наверное, тот терроризм, который устроен на своей территории Беларуси, ну и сами Беларуси, и правители этой территории, которые посадили самолет для того, чтобы арестовать человека, которого не хотели давно арестовать, это нужно избегать. Забежать можно на сегодняшний момент, только это перескутывало, как вы видите. А вот тем людям, которых родственники, как добираться, на ваш взгляд? Или работа? Вы знаете, нужно для того, чтобы быть свободным, нужно чем-то жертвовать. Как вы к этому относитесь? Положительно. Расскажите свою точку зрения. Ну я сказал, положительно. Давно надо было в Беларуси все прекратить. Почему вы так считаете? Потому что Лукашенко сволочь. Это предатель своего народа. Все? Спасибо. Вот мужчина только что сказал, что Лукашенко сволочь, и правильно все делать надо было давно это уже сделать. А на ваш взгляд? Почему из-за одного человека, оппозиционера, правильно, надо отменять все рейсы на Беларусь? То есть все люди не виноваты, мне кажется, в этом? Просто, как говорят, этому оппозиционеру грозит смертная казнь на территории Республики Беларусь. Вот из-за этого все мировое сообщество возмутилось. Что теперь как бы на территории Беларуси тяжело. Все люди, обычные люди, которые едут к семье, правильно, там по своим-то каким-то... В Россию через объезд, да. По работе, да. Они же в этом никак не участвовали. Это как касается. Правильно же? Пускай этого оппозиционера не пускают, казнят и кто-то жмут. Я не считаю это правильно, казнь в наше время, это... Я не знаю. Но для меня это бред. И все, что происходит на данный момент, это тоже бред. Я в шоке, что происходит. Я, если честно, недавно только вернулась из Украины. Я не жила здесь. Откуда прилетели? Из Италии. Я в шоке. У меня шок. Я не могу понять, где я нахожусь и что здесь происходит, что произошло. Походу, собака кошмарит. А что больше всего так в глаза вам попало, что противно аж так стало? Мне больше противно стало от цен, которые я здесь увидела. И от коммуналки, которые здесь люди платят. У меня вот у бабушки, у нее пенсия 5000 гривен. И, ну, чтобы вы понимали, 4000 гривен она платит только за коммуналку. Я говорю, в смысле? Это еще мало. Она мне говорит, а вот два месяца назад заплатила 8 тысяч. Где человеку взять, допустим? Это у меня в голове это не укладывается. Ну, а в Италии как? Мы же Европа. Да вы что? Там совсем по-другому. Даже если у вас минимальная зарплата, вы снимаете квартиру, вы себе можете позволить купить оригинальные кроссовки, купить себе покушать, выйти с друзьями погулять и чухаете себе на... Еще и домой там что-то отправить. Это если у вас минимальная зарплата. То есть это... Здесь дороже все, чем там. Здесь зарплаты меньше, а стоит все дороже. В том числе и коммуналка. А там наоборот. Там оно все обходится, ну, как бы не в копейки, но то есть вы можете себе позволить жить, одеваться, да? Кушать то, что хотите, выходить с друзьями. Из-за локдауна чуть-чуть, да, всем тяжело было. Мы все через это прошли. А как-то помогали в Италии людям на локдауне? Вот, допустим, те, кто работали, лишились или на удаленку ушли? Не так, как, вот, допустим, я в процессе выработки документов, да? То есть если у меня нет документов, я никто. Даже у собак есть документы, у тебя нет. Ну, а у граждан есть же знакомые? Конечно. Как было? Вот, допустим, если у вас есть документы, и если вы итальянец, да, помощи регулярные постоянно. То есть есть определенная база, где вы приходите вам, или вам привозят домой. Помощь в супермаркетах, у вас есть карточки, вам скидки очень большие дают. Либо вы вообще на эти карточки берете бесплатно себе еду, пособие тоже, там зарплата какая-то там дополнительная, да? То есть очень много, очень. Если вы итальянец и попали в локдаун, то вы не пропадете. Спасибо большое. Надеемся, у нас тоже так будет. Да не за что. Хорошего дня.